В эфире проект 24 вопроса в студии Андрей Кривошеев. Здравствуйте. 2017 станет годом большого дипломатического успеха Беларуси. Впервые в своей суверенной истории наша республика будет председательствовать в крупной и авторитетной центральной европейской инициативе ЦЭИ. Это политико-экономическое объединение 18 стран Европы. Локомотивами которой выступают Италия, Австрия, Польша, Чехия и Сербия. Широкий формат саммитов на уровне правительств, парламентов и бизнеса нам гарантирован. А вот как отечественная дипломатия и экономика воспользуются шансом продвинуть свои интересы в Европе, зависит только от нас. ЦЭИ. Инвестиции или разговоры. Рудимент прежней холодной войны или прививка от новой. Наконец, локомотив потепления с ЕС или просто приятная формальность. Весь оптимизм и скепсис о нашем председательстве в инициативе мы собрали в нашем проекте. И самые острые вопросы зададим послу по особым поручениям Наталье Желевич. Наталья Ивановна, приветствую вас в нашей студии. Давайте сразу о главном. 17-й год для Беларуси. Станет ли он годом такого дипломатического большого серьезного успеха, раз уж нам доверили председательство в Центральной европейской инициативе? Я думаю, мы приложим все усилия к тому, чтобы наше председательство в европейской инициативе стало успешным. А председательство в ЦЭИ – это, с моей точки зрения, скорее признание успехов внешней политики Республики Беларусь за последние 20 лет. И качество дипломатии белорусской наверняка. Спасибо за комплимент. Да, для меня это очень важно. Белорусская дипломатия очень сильно выросла за последние годы. И я очень рада тому, что появилось много молодых, очень талантливых людей в дипломатической службе. И все-таки в ключевые страны мы назначаем сверхопытных дипломатов. Ну вот последнее назначение Купчуной, Елены, бывшего замминистра иностранных дел, а ныне чрезвычайно выполномоченного посла в Австрии и во многих европейских организациях по совместительству. Да, она будет по совместительству чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Хорватии и представлять нас при многих международных организациях, расположенных в Вене. И это очень большой задел для нашей дипломатии, в том числе с точки зрения Центральной европейской инициативы и нашего участия. Мы помним о том, что Австрия была соучредителем этой организации и наряду с Италией остается основным спонсором. И локомотивом этой инициативы? Безусловно. Во многом благодаря нашему тесному сотрудничеству с этой страной Беларусь стала председателем в Центральной европейской инициативе. Давайте коротко о том, что из себя представляло такой экскурс в историю и представляет сейчас ЦЕИ. 89-й год, если не ошибаюсь, создание. Четыре страны. Вы назвали уже Австрию, Италию, еще Венгрия и бывшая Федеративная республика Югославия. Так и есть. Сейчас это 18 стран, то есть существенное расширение. Да, в основном за счет балканских стран, конечно, они составили после Югославии такой большой балканский костяк инициативы. Беларусь с 96-го года, с лета 96-го, то есть 20-летие мы уже отметили. Потеряла ЦЕИ свое влияние за эти 20 с лишним лет? И что получила Беларусь от участия в инициативе? ЦЕИ скорее сохранила свое влияние в регионе и в субрегионе, и в том числе на всем европейском континенте. И подтвердила то, что это очень гибкая организация, которая способна быстро адаптироваться к меняющемуся европейскому ландшафту. Как раз тот факт, что после распада Югославии все возникшие на ее территории страны остались членами этой организации. И подтверждает ее способность быстро реагировать на то, что происходит вокруг. А за эти годы к ней присоединились и такие страны, как Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Польша, Словения, Украина, Беларусь. В организации нет статуса наблюдателя, но я знаю, что очень многие страны, и не только из европейского региона, проявляют очень большой интерес к деятельности этой организации. Изначально она действительно создавалась как способ инкорпорирования бывших восточноевропейских, бывших социалистических стран в единое европейское пространство. Хотя я не очень люблю этот термин, но тем не менее. Евросоюз. Подготовка стран к членству в Евросоюзе. Я вот такое мнение встречал, в том числе от европейских дипломатов. Я имею в виду западноевропейских. Сама организация такой цели в общем-то в 89-м году не ставила. Скорее, скажем так, большая часть стран, входящих в эту организацию в той или иной форме, преследовали цель присоединения к Евросоюзу. И сегодня из 18 стран 10 действительно являются членами ЕС. Но организация показала, что отношения между странами, которые являются членами Евросоюза, и странами, которые не являются членами, и в общем-то и не стремятся стать членами Евросоюза, это не менее важная часть ее работы. И она предоставляет такую возможность работать этим странам. Последняя встреча глав правительств стран-членов ЦЕИ, которая прошла в Сараево на прошлой неделе, показала, с каким большим интересом было воспринято выступление премьер-министра Беларуси Андрея Владимировича Кобякова, который рассказал о том, что мы предлагаем сделать в ЦЕИ в 2017 году. То есть на год нашего председательства. Что мы получили за 20 лет от членства этой организации? Можно говорить о каких-то существенных результатах? Я встречал цифру о том, что Беларусь ходит в пятерку стран по успешности и количеству реализации проектов. В том числе проектов, в которые вовлечено несколько стран. То есть такие транснациональные, трансгосударственные проекты. Вы только что затронули как раз самый важный момент. Те проекты, по которым мы работаем в рамках ЦЕИ, это многосторонние проекты. Это то, собственно, ради чего организация и создавалась. За годы нашего членства в этой организации, в самом прямом, прагматичном смысле слова, из фондов организации на долю Беларуси досталось 20%. Это большие деньги? Порядок сумм? Это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч? Это речь идет о сотнях тысяч евро. Но давайте исходить из того, что ЦЕИ – это не агентство по развитию. И не банк. И не банк. В том числе и не европейский банк реконструкции и развития. Это как раз механизм для того, чтобы партнеры могли находить друг друга. И если 25 лет партнеры успешно находят друг друга, и Беларусь научилась работать для того, чтобы находить для себя партнеров, находить общие интересы, общие совместные проекты, я считаю, это самым большим достижением нашего участия в этой организации. Ну а если не быть такими меркантильными, почему мы все время думаем о том, чтобы взять? Почему мы не думаем о том, что мы можем дать? А мы можем очень многое дать. Как раз то, что мы 20% финансов организации имеем, для меня – это подтверждение того, что мы можем дать. Ну вот, кстати, вы упомянули выступление Андрея Владимировича Кобякова, премьер-министра. Из его речи прозвучало, что может Беларусь дать? Это безопасность, доверие, транспорт, логистика и как раз те самые мультигосударственные экономические проекты, инвестиционные в том числе. Это наши предложения? Это наши предложения, которые были действительно хорошо восприняты нашими партнерами. Я с большим удовольствием слушала выступления представителей других стран и с большим удовольствием слышала там повторение наших идей. Самое главное – Беларусь принесет баланс, в том числе географический баланс в организацию, в которой всегда немножко был перекос в сторону Балкану. Собственно, она ради этого и создавалась в 89-м году. И второе – благодаря Беларуси укрепится восточное измерение внутри организации. Чуть больше внимания мы уделим теперь нашему субрегиону. Ну и самое главное – Беларусь показала свою успешность как участника мирового диалога за предыдущие годы. Это как раз то, о чем я говорила – успех нашей внешней политики. И новый взгляд на Беларусь, подтверждением, чему является наше председательство, как раз и включает понимание того, что Беларусь умеет говорить, умеет слушать, слышать и вести диалог. То есть, если я вас правильно понял, для Беларуси это еще и имиджевый проект в Европе. Мы таким образом себя показываем вот в этом центральноевропейском регионе. Ну почему бы и нет? Репутация – вещь, которая зарабатывается дорого. Для банка она стоит, кстати, дороже, чем все деньги в кубышках. Вот именно это. В мировой политике и в дипломатии имидж – тоже очень серьезная вещь. Есть еще такая, ну то ли претензия, то ли отношение к инициативе и белорусскому председательству в инициативе. О том, что и до этого, и в том числе Беларусь за 2017 год постарается сделать инициативу еще более, ну как говорят наши коллеги, партнеры в Евросоюзе, организации, настроенные на реалполитик. Причем для одних это позитивная оценка, для других менее позитивная в том смысле, что уходят ценности, уходит конфронтация. Нет конфликта, а если нет конфликта, нет стремительного развития. Вот решился конфликт – сразу прорыв. А здесь идет все так последовательно, с учетом интересов, баланса интересов. Такой реалполитик. Для вас реалполитик в этой организации действительно присутствует? Это хорошая оценка или плохая? Для меня это хорошая оценка, потому что революционные прорывы, они, может быть, и хороши были перед Зимним дворцом, но в жизни они, наверное, не создают условия, не обеспечивают, скажем так, более комфортное существование. И долгосрочное. И долгосрочное. Стабильность и безопасность – это то, что сегодня востребовано в Европе. Кстати, темы, которые обсуждались на встрече глав правительств и показывают, насколько обеспокоены все страны-участницы организации тем, что происходит. Темы-то обсуждались. Есть экономический кризис, иммиграция со всеми ее последствиями для социальной жизни отдельных стран, радикализация общества. Произошли два совершенно потрясающих события, да? В Берлине, вы знаете, погибли люди. И для меня знаковая и достаточно серьезная вещь – это гибель российского посла в Турции. Когда стреляют в дипломатов, это то, чего не должно происходить. Если организация нам дает возможность говорить, договариваться и создавать условия для экономического развития, а экономическое развитие как условия для безопасности и стабильности, что может быть важнее для жизни людей. Мы в Беларуси это прекрасно знаем. Мы пережили две мировые войны. И для нас умение договариваться, наша померковность, наше умение не торопиться, как раз и есть то ценное качество нашей нации, которое сегодня востребовано в Европе. Это, наверное, во всем мире. Говорят о том, что председательство в Центральной европейской инициативе – это больше символический жест. То есть Европа таким образом поощряет Беларусь, поощряет в том числе и нашу дипломатию. Но кроме символизма и такого вот визуального, что ли, явного поощрения, за этим ничего нет. Это не повышает наш статус, статус нашей дипломатики. Многое из того, что вы сказали, вызывает у меня просто неприятие. Начнем с того… На то она и критика. Я бы не сказала, что эта критика для меня – это скорее не совсем профессиональная оценка. Ну, скорее так. Ну, во-первых, начнем с того, что такое Европа. А почему Беларусь – это не Европа? Беларусь – это Европа. Вот. Что значит поощряет? А за что нас нужно поощрять? У нас своя независимая политика, успех которой доказан. И это видят все, я надеюсь, что видят и критики. Символизм? Символизм. Да, наверное, любое мероприятие международного масштаба, в первую очередь, символическое. Министры ведь между собой и по телефону могут поговорить. А между тем они собираются в Гамбурге для того, чтобы провести Совет Министров иностранных дел. В этом тоже есть определенный символизм. Почему это должно быть плохо? Почему за это нужно ругаться? Я считаю, что это как раз действительно большой успех белорусской дипломатии. Вторая критика уже касается больше самой инициативы, нежели нашего председательства. Что центральная европейская инициатива была и остается рудиментом той старой европейской политикой, которая была в начале 90-х. Это рудимент? Он отмирает? Это такой же формат, как СНГ? Не сложно судить об СНГ, но назвать центральную европейскую инициативу рудиментом я бы не стала. Это несколько упрощенный подход. Возможно, изначально она и задумывалась под какие-то конкретные цели. Цели, которые преследовали отдельные страны конечного вступления в Европейский Союз. Вы посмотрите, что сегодня происходит с Евросоюзом. Где у нас сегодня Великобритания? Где у нас сегодня евроскептики? В парламентах, в том числе в Европарламенте. Вот. Какой рейтинг у Марин Люпен, которая идет на президентские выборы? Посмотрите на Совет Европы. Может быть, об этом меньше пишут, но уже много лет Великобритания задается вопросом, зачем мы содержим чиновников в этой организации. Вот как раз Совет Европы свою функцию к сегодняшнему дню практически выполнил. Он создавался как площадка, которая будет создавать, формировать гуманитарную, скажем так, базу для стран, которые в перспективе присоединятся к Евросоюзу. Скажите, а что Азербайджан собирается присоединяться к Евросоюзу? Между тем он является членом Совета Европы. Посмотрите, что происходит с другими странами, которые сегодня являются членами Совета Европы. По моему личному опыту скажу, я работала послом в Турции. Турция выплатила более 2 миллиардов долларов компенсацией гражданам Греции, чьи предки вынуждены были покинуть бывшую Османскую империю. Где сегодня Турция? У нее есть перспективы присоединения к Евросоюзу? Вы практически ответили на следующий критический блок замечаний по поводу того, что есть куда более внушительные и интересные организации, в частности, здесь упоминают и Совет Европы, в которых Беларуси стоило бы активизировать свое присутствие. То есть не занимаемся ЦИИ, раз это формальная такая организация и рудимент европейской политики прошлой. Давайте сосредоточимся на вхождении в Совет Европы и отмене смертной казни. Ну, это, наверное, стремление... А почему нельзя то и то? У меня сразу вопрос возникает. Совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен. Почему нельзя договориться и с Советом Европы, и развиваться в ЦИИ? Для меня это еще одно подтверждение не очень высокой профессиональной подготовки критиков. Беларусь с 93-го года является членом культурной конвенции Совета Европы и, соответственно, участвует в половине комитетов Совета Европы, в том числе и в Комитете по правам человека. Беларусь присоединилась к очень многим другим конвенциям Совета Европы, которые, например, регламентируют сферу отношений в области борьбы с преступностью, с торговлей людьми, против коррупции. Чем они менее важны? Просто об этом меньше говорят? Ну, это да, не взрывает моих коллег-журналистов, их сознание, и не выплескивается на странице газет. Наверное, самое парадоксальное критическое замечание о том, что Евросоюз, такой, я не знаю, коллективный Запад, кого имели в виду под словом Евросоюз, использует председательство Беларуси в инициативе, чтобы отдалить, оторвать официальный Минск от Москвы, то есть разбить, вбить Клин в отношения между союзниками. Ну, я бы скорее отнесла это к... Такая фобия классическая... К аспирологии, да? Ну, почему-то надо обязательно кого-то отдалять, кого-то приближать, почему-то надо пытаться нас противопоставить, поставить перед выбором Запад или Восток. Мы за то, чтобы был и Запад, и Восток. Главный наш союзник – Россия, по отношению к которому мы строго и ответственно соблюдаем все свои международные обязательства. Мы создали и развиваем союзное государство. Вместе с Россией, так же, как и другими нашими партнерами, мы создали Евразийское экономическое сообщество, союз. Союз уже, да. В развитие которого вложили очень большие усилия. И пошли на серьезные уступки. А это и есть переговорный процесс. Компромисс, да. Это и есть компромисс. Наталья Ивановна, давайте теперь перейдем действительно к плюсам. То, что отметили и эксперты, и я так пробежавшись по основным достижениям, что ли, инициативы. Ну, во-первых, первые два таких позитивных момента. Инициатива уменьшала и продолжает уменьшать риск конфронтации в нашем супрегионе. И это такая своеобразная прививка от холодной войны. То есть, с помощью инициативы во многом преодолели вот эти вот заскорузлые проблемы конца 80-х, начала 90-х прежней холодной войны. Сейчас, поскольку многие эксперты говорят, что новая холодная война, Цей позволит, благодаря своему опыту тому 20-летней давности, позволит преодолеть и новые конфронтационные такие вот линии, рубежи. Соглашусь отчасти. Да, опыт у Цей очень большой по преодолению последствий холодной войны. И этот опыт, как показывает практика, сегодня востребован в Европе. Потому что параллельно всегда шли два процесса формирования Европейского Союза и нарастания националистических настроений в каждой отдельно взятой стране. Сбалансировать эти два процесса Евросоюза не удалось. А такие субрегиональные организации, как Цей, показали, что они готовы и способны это сделать. С этим соглашусь. Вы сказали отчасти. Отчасти потому, что, допустим, не может Цей остановить милитаризацию в Европе. То есть вот все эти развертывания контингентов и баз НАТО. Безусловно, потому что это не входит в ее мандат. Она не ставит перед собой таких целей. Для этого есть другие площадки. Еще один плюс, который... Ну вот вы, кстати, об этом уже говорили. О том, что Цей не ставит страны-участницы перед выбором. Либо восточный блок стран, либо западный блок стран, имея в виду и экономику, и политику. То есть, по сути, продвигает идею, высказанную президентом Белоруссии и поддержанную на юбилейной генассамблее ООН, интеграции-интеграции. Совершенно с этим согласна. Цей всегда позиционировала себя как своеобразный мост между организациями, которые являются членами Евросоюза, и организациями, которые не являются членами Евросоюза. Мы добавим туда еще интеграцию, вернее так, диалог между различными интеграционными площадками, в которые мы включим и Евросоюз, и ЕАЭС, и Восточное партнерство, и другие субрегиональные организации, ОЧС, Совет государств Балтийского моря, «Вышеградскую группу», которая тоже набирает, кстати, вес в последние годы. Цей вольно или невольно подстегивает или возвращает к жизни, как говорят некоторые эксперты, Восточное партнерство, поскольку у Восточного партнерства критически не хватает денег, критически не хватает влияния, есть несколько серьезных поражений, ну, в том числе, там, Украина. И Цей подстегивает этот проект, возвращает к нему доверие. Цей в первую очередь выполняет стоящие перед ней задачи. Если попутно она способствует реализации каких-то других, в том числе и в первую очередь создавая климат безопасности и доверия, ну, это же просто замечательно. Ничего плохого нет. Председательство Беларуси в 2017 году в Центральной европейской инициативе очень органично совпало с председательством нашего стратегического партнера в Европе, Австрии в ОБСЕ. Ну, и прозвучала такая мысль, что вот председательство Беларуси в ЦЕ и председательство Австрии в ОБСЕ поможет, ну, может быть, начать процесс реформирования ОБСЕ и сделать ее более понятной, прозрачной, объективной, неангажированной, неполитизированной. Вы верите в это? Я не думаю, что Беларуси стоит ставить перед собой такую большую задачу, как достижение за один год цели реформирования ОБСЕ. Ну, хотя бы начать процесс. Ну, я могу сказать другое. В рамках ЦЕИ по инициативе Боснии и Герцеговины начать процесс реформирования, пересмотра механизмов ее функционирования. Мы поставили перед собой амбициозную задачу. Мне очень хотелось бы, чтобы мы ее достигли. До конца года выйти на согласованное предложение по реформе внутри ЦЕИ. Может быть, это станет хорошим примером для других площадок в Европе. В том числе и для ОБСЕ, будем надеяться. В том числе и для ОБСЕ. Позитивный момент, который отмечают в инициативе, это как раз содействие торговли и инвестициям в многостороннем формате. Грубо говоря, Беларусь может не тратить время и усилия значительные для того, чтобы, допустим, договориться с Польшей отдельно, с Австрией отдельно, с Венгрией отдельно, а выстраивать многосторонние форматы, поскольку, ну, понятно, экономический кризис. Каждая из стран экономит на таком инвестиционном, на инвестиционной составляющей. А вот когда существует консорциум инвесторов, допустим, та же Польша, Австрия, Венгрия или балканские страны, не только одна Сербия, легче развивать такой многосторонний инвестиционный формат. Вы согласны? Скорее с этим согласны страны-члены ЦЕИ. Вы практически повторили то, что они любят говорить об этом. Да, я с этим совершенно согласна. Это как раз западная оценка, да, здесь я абсолютно согласен и с нашими партнерами. Тем более, что у нас есть хорошие примеры, когда такие консорциумы более эффективно собирают, во-первых, больше, ну, как сейчас модно говорить, финансовую подушку больших объемов. И проекты идут куда быстрее и организованнее. Безусловно. Еще один позитивный момент. Тут уже упоминается не только наш субрегион Центральной и Восточной Европы, но и наш стратегический всесторонний партнер – Китай. Вот какая логика. Мы, как председатели Центральной Европейской инициативы, а с другой стороны, мы, как, по образному выражению, бриллиант в северном измерении нового шелкового пути Китая. То есть мы совмещаем две большие стратегические платформы. Удастся нам совместить? Да мы это уже совмещаем. Как мы с вами говорили, сугубо такой меркантильный подход, что нам могут дать. А вот это та самая ситуация, что мы можем дать. Вы только что сказали, что мы бриллиант. Ну, может быть, это очень образное сравнение. Я бы даже называла его романтическим. Но, тем не менее, многолетний опыт и связи, и сотрудничества с Китаем – это безусловная заслуга внешней политики Беларуси. Это очень большое подспорье для нашего сотрудничества в рамках ЦЕИ. Ну, и, наверное, приведу последний такой самый существенный, по крайней мере, для меня позитивный момент, что председательство Беларуси в Центральной Европейской Инициативе закрывает период заморозков в отношении Беларуси с Европейским Союзом. То есть такая, ну что ли, точка, после которой возврат к прежним холодным или прохладным отношениям уже невозможен. В известной степени, конечно, это символическое событие. Но сказать, что оно что-то закрывает или открывает, наверное, сложно. Еще раз. Открывает новую страницу, а вот закрывает ли предыдущую? Вы знаете, каждая страница что-то закрывает и открывает, да. И я бы скорее оценивала это как общий успех в внешней политике нашей страны. А какие вехи на пути этого успеха и как их оценивать, это ведь тоже субъективная вещь. Для меня, как человека, который, для дипломата, который занимается сотрудничеством с ЦЕИ, это очень большое событие. Но это одновременно большая ответственность, которая ложится на мою страну и в том числе на белорусскую дипломатию. Давайте лучше пожелаем себе успеха на этом пути и в этом куске нашей ежедневной работы. Спасибо вам огромное, Наталья Ивановна. Мы, безусловно, желаем вам и желаем всем дипломатам, которые работают и готовят председательство Беларуси в ЦЕИ, успеха, поскольку от этого успеха во многом будет зависеть и успех Беларуси, как государства и каждого гражданина Беларуси, в том числе и нас, журналистов, и меня лично. Спасибо. Вы смотрели проект «24 вопроса». Оставайтесь в центре большой европейской и близкой белорусской политики и экономики. Удачных вам инициатив. Увидимся на Беларуси-24.